Единая Россия провела так называемый кандидатский отбор перед единым днём голосования. 9 сентября гражданам нашей страны предстоит выбирать губернаторов, региональных депутатов, а также представителей местных органов самоуправления. В этом году заметно вырос конкурс. Почти пять человек на место. О доверии избирателей говорит высокая явка на некоторых участках очереди. Александр Лякин подробнее. Рекордная явка. 11 с лишним процентов избирателей. Не всего 11, а целых 11. Ведь речь идёт о предварительном голосовании. И только об одной партии. Единая Россия подводит итоги так называемых праймерис. В 28 регионах страны 5,5 тысяч партийных кандидатов боролись между собой за право участвовать в очередных выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Кто победит здесь и сейчас, тот и войдёт в избирательный список партии. В 90% случаев предварительное голосование определяет победу на будущих выборах. И мы очень жёстко отслеживаем именно позицию, когда человек, занявший первое или второе место, он должен встать или на избирательный округ, или на список. Именно поэтому к предварительному голосованию многие избиратели относятся как к настоящим выборам. По первым подсчётам на призыв Единой России откликнулись 2 миллиона 800 тысяч человек. На некоторых участках даже очереди собирались. Среди лидеров по количеству пришедших избирателей Ненецкий автономный округ, Ростовская область, Калмыкия, Хабаровский край. В первую очередь речь идёт о выдвижении в местные органы власти, которые ближе всего к избирателю. От Дальнего Востока до Калининграда. Так в Хабаровске, Томске и Абакане будут выбирать мэров. В 16 регионах депутатов законодательных собраний. В 12 депутатов городских дум. Все эти выборы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Конкурс в Единой России в этом году самый высокий. На каждое место в списке претендует почти 5 человек. И борьба идёт всерьёз. В целом, ряде регионов искрило. И действительно, мы говорим о некоторых нарушениях, которые, впрочем, не могли и не могут повлиять на общую картину. Но даже эти нарушения говорят о той заинтересованности и той жёсткой конкуренции, которая сформировалась на нынешней процедуре предварительного голосования. Кандидаты получают в этой борьбе огромный политический опыт. Встречаются с избирателями, лучше узнают местные проблемы, участвуют в дебатах. Кстати, в этом году Единая Россия запустила новый проект по выдвижению молодых кандидатов под названием «Политический стартап». У нас нет, конечно, специальных квот для молодёжи, и не должно быть. Но механизмы для продвижения, механизмы для создания дополнительных возможностей для молодых политиков, активистов, они, конечно, быть должны. Ещё одно новшество — это онлайн-голосование через интернет. Такой возможностью воспользовались более 140 тысяч человек. Подводя итоги предварительных выборов, Единая Россия отмечает, что такая форма отбора кандидатов самая демократичная и эффективная. Ведь окончательные решения о партийных списках здесь принимают не начальники, а сами избиратели.